Привет, друзья! Сегодня я к вам со своим вязанием. Видео у меня немножко меньше выходит сейчас, потому что я вся в вязании. Много идей, много пряжи, всего интересного много. И следите за тем, что вяжется. Скоро уже будут выходить мастер-классы. Давайте для начала разберем, что же я приготовила. Смотрите, вот у меня шапочка будет такая. Уже в ближайшие дни выйдет мастер-класс. Пряжа пух-норки. Очень классная шапочка. Здесь лицевые петли, здесь изнаночные. Это боковая сторона так выглядит. Закрытие петель. Шапка очень интересная, теплая. Пряжу я использовала пух-норки. Кстати, у меня она весом 55 грамм. Она теплая, но она не тяжелая. И пряжи здесь осталось 50 грамм, 5 грамм. И дополнительной нитью осталось 10 грамм. Это китайская пряжа. Я думаю, уже все о ней знают. Очень интересная пряжа. Ждите, скоро выйдет мастер-класс. Что у меня еще здесь? Еще у меня здесь ажурный шарф из пряжи рок-н-ролл. Люблю эту пряжу. Вяжу много с нее. Уже два свитера у меня связаны. И перед этим с нее свитер вязала. Очень классная пряжа. Очень красиво выглядит. Блестит, теплая. И очень просто на уходе. Потому что я стираю при температуре 30 градусов. И ничего не происходит. У нее нет катышек. И, кстати, рукава, что главное, не растягиваются на свитерах. И вот у меня будет шарф-снуд в два оборота из этой пряжи. И также скоро будет мастер-класс небольшой. Теперь твид. Твидовая классная такая мягкая пряжа. Вяжу я шапочку. Шапочка плотная, зимняя. Будет она с отворотом. Резинкой один на один. И очень красиво будет закрытая макушка. Здесь 100 грамм идет 450 метров. Но я вяжу в два сложения. И получается 225 метров 100 грамм. О пряжи подробнее я расскажу уже в мастер-классе. Теперь покажу вам футболку мужскую. Начала ее еще летом. Уже давно закончила. Но руки не доходят, чтобы рассказать о ней. Футболочка регланом сверху связана. Она еще не проходила в ту. Красивый такой интересный узор. Смотрите. Вяжется в принципе не сложно. Просто она размер побольше, чем мое женское, как так сказать, вязание. Смотрится очень классно. 100% хлопок и талия. Мне не будет жарко. Теперь смотрите. Свитер у меня детский. На размеры где-то 38. На рост 1,45 метра. Пряжа всем известная. Рок-н-ролл. Три цвета. Очень, по-моему, красиво сочетаются. И смотрите, резинку она держит. Резинка не растянутая. Как некоторые пишут, что она растягивается, не держит форму, ничего подобного. Также я вам сделаю описание, схему. Расскажу все, как вяжется. Не сложно вязать свитер такой. Очень, по-моему, даже стильно. Выглядит, блестит. В школу даже можно ходить. Вот такой вот будет мастер-класс. Также у меня свитер идет на 48 размер. Также пряжа рок-н-ролл 100 грамм 230 метров. Сделаю вам уже... Свитер, кстати, такой же, как и этот. Только на 48 размер. Описание будет и схема. Я все равно расскажу и покажу. Также свитерок будет у меня с пряжей Стамбул, турецкой фабрики. Мягкая такая пряжа. Но она... Здесь нет шерсти. Она искусственная. Но я добавила сюда две ниточки хлопок акрил. И получилось очень неплохо. Получилось очень неплохо. Цвет, конечно, не очень хорошо передает. Бирюзовый такой цвет. И посередине у меня вставка из королевских пайеток. Она также будет на рукавах. И рука у меня будет вточной. Также у меня появился один вопрос к вам. Я вяжу свитера. Даю вам описание и схему. Или, может, кому-то непонятно по схеме. Может, вам нужно подробное описание. Как делать такие обычные убавления для левой части, для правой спинки, передней части. Как вывязывать вточную имитацию вточного рукава. Как делать пройму для рукава. Если вам это нужно подробно, как я его вяжу, пожалуйста, пишите в комментариях. Потому что в последнее время я вам даю схему и описание. Вот, в принципе, все, что я вам хотела рассказать и показать. Если у вас возникают вопросы какие-то, обязательно задавайте их в комментариях к видео. Всем спасибо за внимание. Смотрите видео и подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.